Здравствуйте, Егор! Здравствуйте, все, кто будет смотреть занятия в записи. С опоздавшими оздороваться не буду. Итак, можно писать сообщения, я их буду видеть в чате. Напиши «Привет, пожалуйста». О, отлично, Егор с нами. Итак, мы сегодня, я буду говорить все равно, хотя Егор пока что один, все равно буду говорить вы, потому что я уверен, что будут смотреть записи потом и так далее. Сегодня мы с вами занимаемся, во-первых, обходом графа в ширину, алгоритм BFS и несколько алгоритмах на графах, уже достаточно сложных. Первый из них будет алгоритм DX. Итак, обход графа в ширину. Если обход графа в глубину я сравниваю с походом в дискотеку, то обход графа в ширину мне больше нравится сравнивать с пожаром. Я нарисую здесь граф, который является деревом. Ну, в принципе, можно к нему и добавить какие-то, ну, первая ветка пусть у него будет дерево, а дальше мы посмотрим какие-то в том числе и недревесные варианты, где есть какие-то горизонтальные связи между вершинами. Ну, и ради простоты я сделаю его плоским. Ну, вот так. И, допустим, с вот этой вершины я начинаю паджигай, Махмуд. И вот Махмуд паджигает. Вот эта вершина загорелась нулевой. Ее порядок самая первая. Ну, или условно первая, ну, понятно, да, нулевая. Итак, за одну итерацию, я сейчас буду вначале макро итерациями, как будто все это происходит параллельно. За одну итерацию у меня огонь распространяется по вот этим ребрам к вот этим вершинам. Соответственно, вот эти вершины все как бы зажжены на первой итерации. Далее, на второй итерации каждая из этих вершин зажигает все незажженные вершины вокруг нее, смежные с ней. Вот, зажигает их, и они тоже начинают гореть. Ну, и соответственно, 2, 2, 2, 2, 2. Ну, вы понимаете, если в обходе в глубину, там, я порядок следования их прописывал номерками, то здесь это не совсем порядок следования. Это как бы, ну, что ли, большая итерация. Ну, или, грубо говоря, точнее говоря, количество ребер для достижения из исходной вершины, с которой началось горение всей компоненты связности. Дальше, все вершины, у которых есть соседи, еще не зажженные, зажигают всех своих незажженных соседей. Итак, все, да, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. В той вершине зажигать некого, она уже остановилась. Далее, четвертая большая итерация. Да, здесь уже некого никому зажигать, только вот это вот. Все, 4, да, так все, 4, 4, горит, горит, да, 4, горит и 4, горит. Ну, и на большой пятой итерации у меня что происходит? Раз, два, раз, два. И, собственно, это последние вершинки. Первое. Если у графа были еще какие-то вершины, которые не находятся в этой компоненте связности, то до них горение, естественно, не добралось. То есть, у меня обход в ширину, как и обход в глубину, он выделяет компоненту связности. Это первая польза от него. Раз он выделяет, давайте я так вот, первая польза от него, выделяет компоненту связности. Отлично. Вторая польза от него. Он нам дает одно из возможных остовных деревьев. Дает остовное дерево. Компоненты. Ну, если граф связан, то всего графа. Ну, то есть, понятно, да, то есть, если мы вот эти ребра будем записывать, по которым происходило зажигание, то это одно из возможных остовных деревьев. Кстати, тут имеет смысл тоже сказать, в случае обхода графа в ширину, длины этих ветвей дерева, да, то есть, вот эти вот количество ребер, минимально. до каждой вершины, до которой только можно дотянуться. То есть, огонь распространялся у нас вот в шире, насколько можно, с каждым захватом. И это нам дает вот, дает остовное дерево, да, и как бы следующая к этому же поправочка, да, что это дерево достаточно такое особенное, да, дает, что кратчайшие пути к всем вершинам. Ну, естественно, что к остальным вершинам путей не существует, если есть еще какая-то компонента связности, там, у этого графа, которой дойти нельзя, к ней путей не существует. Поэтому от исходной вершины, да, ко всем вершинам, от исходной. А до тех, до которых можно, он дает. Но! Есть поправка. Кратчайшие пути ко всем вершинам от исходной измеряемые в количестве ребер. В количестве ребер. Вполне возможно, что вот этот, если это взвешенный граф, ребра имеют веса, что какая-нибудь вот это ребро, оно имеет стоимость 10, а вот это, там, а вот это ребро стоимость, например, 3, а вот это ребро стоимость 2. Соответственно, 3 плюс 2 будет 5, а я прошелся по расстоянию 10. Поэтому для взвешенного графа нам вот эта возможность обхода графа в ширину найти кратчайшие пути, она нам ничего не дает. Это не кратчайшие пути, это кратчайшие пути в количестве ребер. То есть, вот, собственно. Ну, а оно за счет этого, да, получается такое компактненькое, красивенькое, очень разветвленненькое. Если остовное дерево при обходе в глубину получается очень длинное, длинное-предлинное, то здесь оно как бы эффективнее добирается до этих вершин. Так, следующее. Что еще нам дает обход графа? Ну, вот это вот, как бы, вот требует улучшения, и мы это сделаем в алгоритме Дейкстра. Так, одну секундочку. Ну, и уже не то, что оно нам дает, а некоторое свойство. Вопрос теперь такой. Как все это сделать? То есть, вопрос, как реализовать? Для обхода в глубину логика была рекурсивная. Позови всех своих друзей на дискотеку, и ты только тогда можешь реально пойти, когда позвал всех. В случае обхода графа в глубину реализация классическая, как раз не рекуррентная. Не рекуррентная. Если я начну запускать рекурс, и скажу первому давай зажигай, то он тоже начинает зажигать, давай зажигай. Ну, в общем, получится тот же самый в глубину, только последовательность будет не последовательностью пожара, а то, что уже было. В общем, мне нужно соблюдать строгую очередность зажигания вершин. То есть, нулевая у меня зажигает всех своих товарищей первыми. Потом, первые все встают в некоторую очередь на зажигание. И, хотя они, зажигаясь, могут уже там вторых товарищей вставлять в эту очередь, но эти вторые пойдут по очереди, когда до них дойдет дело. Там кто-нибудь с пользователями подтянулся, можно на одном пользователе открыть? Ага. Здравствуйте, Анна. Так, в общем, смысл в чем? Что у меня возникает очередь на зажигание? Вот я ее назову буковкойку, и в эту очередь я буду добавлять в конец. Сейчас я из этой очереди, собственно, я ее реализую очень просто при помощи обычного списка, без всяких сложных алгоритмов, там, сдвигов и так далее. Длину я буду портить. Ее длина все равно не превысит общего количества вершин. Так что ничего страшного с асимптотикой не случится по памяти. То есть у меня все равно и так хранится уже информация о графе, это количество вершин, там, списки, смежность. В общем, не так мало памяти используется. Так что очередь размером в количество всех вершин меня не будет волновать. Вот у меня сейчас запис... Я тут нолик пишу, а на самом деле каждая вершина имеет свой идентификатор, номерочек. Соответственно, я закладываю туда не нолик, но я сейчас буду писать нолик, а ее идентификатор этой вершины, так как она нумеруется или называется. Соответственно, когда она обрабатывает свое зажигание, она начинает... Я даже не буду сейчас писать... Нет, я все-таки сделаю функцию, оформлю как функцию, собственно. Назову ее какая-то fire. Но поскольку здесь нет рекурсии, то принципиально не требуется оформлять это в качестве функции. Это может быть просто кусочек программы, тело, цикла. Итак, def. Называется он deep first... Прошу прощения, breath в ширину. Bread first search, BFS, BFS, а если так, то механизм зажигания. Поджигай, Махмуд. То же самое, что я передаю сюда списки смежности в том формате, который наиболее удобен. то есть словарь, ну давайте сейчас пусть там словарь множеств будет, да, там по весам не рассматриваем, а словарь словарей, там где у нас весовая будет, весовые списки смежности с весами, меня будет, с ним все будет точно так же. Абсолютно. Итак, первое, информация о графе, информация о вершине, с которой мы начинаем, да, и информация, там я называл коллод, а тут мы называем файрод, уволенная, сгоревшая, ну или зажженная. Итак, начинаем со следующего. Создаем очередь на зажигание. Очередь на зажигание. Создаем и добавляем в эту очередь на зажигание, в эту очередь на зажигание, добавляем, собственно, вершину, самую первую. Дальше. Я, поскольку очищать этот массив не буду, потому что поп 0 это алгоритмически неэффективное действие. Оно требует циклического сдвига в списке. Мне это не надо. Поэтому я введу себе собственно индекс этой вершинки, которую мы сейчас зажигаем. И индекс вершинки и или там давайте current назовем ее просто current. Текущая. Текущая. Это нулевая в этой очереди. Понятно, да? Итак, дальше я делаю следующим образом. Пока очередь не пуста. Не знаю, может все-таки поп 0 делать. Будет так визуально. Знаете, я сейчас не буду экономить алгоритмическую эффективность. Переделайте, если захотите, на более эффективный вариант. Я все-таки сэкономлю строки кода и увеличу чуть-чуть понятность. Я буду хранить и удалять первые элементы списка, пусть это и не очень эффективное действие. Итак, дальше я делаю и множество fired я а зачем я его там создал? А, ну я хотел, чтобы оно у меня там расширялось, допустим. Ну, допустим, оно мне сейчас там уже дано как пустое. Или я могу его заранее создать равно set пустыми скобками. Ну, в общем, смысл в том, что это пустое множество. Пока. Итак, поехали. Пока. Пока. У меня очередь. Так, сейчас, секундочку. А надо ли мне ее, эту старт, сразу добавить в множество зажженных? Она будет добавлять... Да, я думаю, что сразу надо добавить. То есть, я ее добавил в очередь и надо добавить ее в зажженные. Я, кстати, в прошлый раз неправильно написал, я написал insert. Называется метод для множества не insert, а added. Добавить. Fire add start. Так. То есть, я добавил ее к зажженным. А дальше цикл. Пока. очередь не пуста. Пока len q не равно нулю. Пока длина очереди не пуста. Пока еще есть кого зажигать, я беру текущую вершину оттуда. То есть, вот ту, которую сейчас надо обработать. которую сейчас надо обработать. Current и добуду я ее идентификатор при помощи q.pop но это бы брало с конца списка элемент, уменьшая его на один элемент. А я хочу брать сначала, поэтому я скажу ему pop 0. То есть, забрать из списка элемент с индексом 0. При этом все остальные элементы будут сдвинуты к началу, а элемент фактически удалится и для нас списка укоротится. Ясно, да? Итак, я добыл идентификатор текущей вершины. Далее, что я с ней делаю? Я обсматриваю всех ее, всех смежных с ней вершин. Потому что я так много отступил. Мне так не хватает немножко места. Ну, тем не менее. Обсматриваю все вершины, которые с ней смежные. И если они не горят, то я их что? Зажигаю и добавляю в очередь. Соответственно, что я делаю? for for neighbor in g от current. Это у меня как раз список смежности текущей вершины. Current двоеточие не поместилось. Там должно быть двоеточие. Для соседа в списке смежности текущей вершины, то есть перебор всех соседей, если этот neighbor not in fired actually он не горит, зажечь fired точка added neighbor зажечь соседа. Далее я что должен включить его в очередность зажигания? То есть у меня должно пойти дальше это зажигание. Мне требуется, чтобы этот сосед не только в множество зажженных попал, но и встал очередь на зажигание своих уже следующих своих соседей. Поэтому я добавляю его в очередь q.append q.append neighbor для чего может быть применен этот во-первых вы осознайте что количество строк кода маленькое. Это простой алгоритм с точки зрения кода. Это простой алгоритм с точки зрения понимания. Просто нужно себя состыковать понимание с тем как это реализуется. Если вошло, если вы поняли в ваших головах это появилось, то дальше можно обсудить и попробовать эти вещи реализовать. Ну что, давайте сейчас не будем торопиться с дейкстрой. Реализуем после реализации уже начнем дейкстру осваивать. Поехали. Так, отлично. Так, ну что же, давайте с вами сделаем пожалуй. Так, я граф буду все-таки вводить с клавиатуры. Ну у меня заготовки есть. Сейчас, секундочку. Это у нас было на почти. Ладно. Итак, создаем пустой словарь. Я сейчас считаю словарь из списка ребер. Graph Input. Так, значит, я создаю n вершин int input. Дальше я это количество вершин, но мне, впрочем, не очень-то нужно. Количество ребер. Дальше. Для соответствующего количества ребер я что делаю? Я считываю номера вершин input split. Интуем эти вершинки. Впрочем, опять же, для словаря это не принципиально. Я не буду интовать. и дальше вносим их. То, что здесь для матрицы смежности сделано, я создам для словаря множеств. Если у меня A Not In G, если у меня такой вершины еще не было зарегистрировано в моем графе, которая встретилась в этом ребре, в этом случае я что делаю? Я ее там регистрирую методом каким? G от A равно пустое множество. А почему пустое множество? Там я сразу должен вершину B заложить. Так что вот так. А если иначе, G от A точка added B. То есть там появилось, поскольку существует ребро AB, значит для A смежной является также B, кроме тех, которые уже есть. А если еще не было, то только B. В общем, понятно. Это я реализовал это действие как бы аналог для матрицы смежности. Ну и осталось в обратную сторону то же самое для B, A, поскольку граф не направленный у меня. Впрочем, обход в ширину работает для направленных графов, но я сейчас не OR граф считываю. Так, реализовали считывание графа и теперь собственно BFS. BFS fire собственно граф стартовая вершина. Да, кстати, я считать считал, а никуда не сохранил. Выкрасить и выбросить. Надо швырнуть сие. BFS fire GFS start и fired. Соответственно, единственное, что тут возник, вот этот вопрос большой, нужно ли мне вот это множество fired, но я, тем не менее, буду его использовать, потому что хочу, чтобы можно было просунуть снаружи и посмотреть на множество зажженных вершин. Потом, может быть, распечатать после вызова функции. Итак, что я начинаю с чего? Говорю, что в это множество fired я добавляю стартовую вершину и создаю очередь Q, в которую кладу эту стартовую вершину, с которой начинаем зажигание. Дальше. Пока у меня на самом деле очень просто. Можно записать просто так. Пока Q. Потому что список является имеет логический смысл и список любой, кроме пустого, истинен, а пустой список ложный. Поэтому while Q это то же самое, что пока len Q не равно нулю. Давайте я все-таки назову ее QEUE. Буковками маленькими. Очередь. Пока очередь. Что я делаю? Current равно Q оп 0. Далее что я делаю? Добываю добыли. Теперь для каждой вершины for neighbor in G от current если neighbor not fired not in fired в этом случае что я делаю? Я его туда добавляю и добавляю в очередь where append в конец neighbor могу могу печатать или запоминать ребра по которым я проходил чтобы сохранить остовное дерево собственно ребро будет какое current neighbor но мне сейчас это не принципиально я не буду что еще я могу сделать? Я могу для всех вершин запоминать сколько ребер мне понадобилось пройти чтобы ее достигнуть вот соответственно если у меня будет таковой массивчик я могу его заполнить давайте пока в чистом виде как есть я не буду тут никаких нагрузочных действий делать вот тут можно было бы их сделать тут удобно запомнить ребро зажигания и что еще тут удобно подсчитать ну я назову его расстояние в ребрах выраженное в ребрах ну собственно все на этом функция заканчивается ну потому что в момент когда очередь становится пуста все у меня уже BFS закончен то есть я не знаю что тут собственно печатать давайте print компонента горит обойдена да пройдена да 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 есть так следующее это использование ну и давайте ее используем запустим собственно зажигание распечатаем какие вершины горят у нас значит G равно graph input и BFS fire BFS так я только единственное что множество должен создать в начале чтобы уже затем оно там запускалось и так но чтобы его потом пожать и так запускаем BFS fire да кого G запятая нулевое с нулевой вершины будем начинать зажигание и передаем вот это множество fire туда и после этого печатаем print входящий в компоненту вот ну и можно в принципе посчитать компоненты связанности но это уже отдельный отдельно подзадачка давайте сейчас пока вот первое запустим поехали тададададам где синтакс двоеточие ну правильно на доске не было вот и здесь не написал шучу так 5 ну на самом деле эта информация будет игнорироваться этим данным графом вот поэтому потому что у нас там не вводится для этих вершин не создаются пустые списки смежности а по хорошему бы надо 5 так 4 ребра делаем значит какие нулевое первое первое второе первое третье второе третье так это у меня 0 1 0 2 и 2 и а 2 1 давайте 2 1 что такое ки так у нас какая-то ошибка возникло ки эрар 0 для неба же от карнт можно еще раз перезапустить, все понятно, в чем причина. 0,1, 1,2, 1,3, 2,1. Вот он выдал последовательность обхода вершин, нулевая, первая, третья, третья не является соседней. Вершины, входящие в компоненту, он правильно написал. А вот, кстати, поскольку мы видим лог последовательности обхода, то у меня есть какие-то сомнения. Распечатка текущей, которую он достал из очереди. 0,1,3,2. А, я действительно, у меня от нулевой к первой, а от первой идет вторая и третья. И просто третья оказалась чуть раньше пройдена, чем эта. А 2,1 – это дубль. Я опечатался, когда граф вводил. Еще раз введем граф. 5 вершин. Хотя, видите, я их не добираю до 5. 5 ребер сделаем. 0,1, 0,2. Между 1 и 2 есть ребро, но оно не будет использовано. 0,3. И сделаем еще одно ребро, которое связывает, например, 2,3. Но ребра 1,2 и 2,3 использованы не будут. Потому что из нулевой можно дотянуться во все вершины. Соответственно, входит в компоненту связанности. Вот он нашел 2,1,0,3. Но порядок здесь, в данном случае, понятное дело, не принципиален. И вот я заодно вижу последовательность их нахождения в очереди. Но опять же, поскольку из нулевой я и в первую, и в вторую, и в третью могу попасть, то они в каком-то порядке из этого множества были достаны. Вот если я посмотрю в G, то для нулевой вершины 2,1,3. Собственно, вот он в таком порядке их предполагает в данный момент доставать. Но множество неупорядоченная структура данных. Так, ну что же, давайте с вами теперь обсудим следующий алгоритм, который даст нам усовершенствование обхода графа в ширину для конкретной задачи, для поиска кратчайших путей ко всем вершинам от исходной, но уже измеряемой в, собственно, расстоянии. Расстояние. То есть в тех весах, которые у ребер есть. Ну, мне для этого придется что сделать? Либо перерисовывать граф, это долго и неинтересно. Я поэтому сделаю как? Это будет очередь на обход. Очередь нам тоже. Ну, алгоритм почти по сути копия. Алгоритм один в один. Называется это алгоритм Dijkstra. Я постираю номерочки вершин, вот эти. А я перерисовывать не буду. Я буду наоборот. Сейчас докрашу те ребра, которые тут есть, беленькие, красным цветом. А буду выделять каким-нибудь другим. Ну, и еще. Для того, чтобы показать, что алгоритм Dijkstra работает, и показать кое-какие случаи, которые дадут существенное его отличие от обхода в ширину, мне нужно будет сделать еще какие-то, так называемые, горизонтальные связи. Ну, то есть, еще кого-то как-то с кем-то связать. Итак. Итак. Что еще не подготовил? Ну, надо стереть, собственно, сей текст. Чтобы вот можно было писать. Ну, и я, пожалуй, вершину одну удалю, чтобы текст можно было расширить. Так. Так. Продолжение следует... То есть, это не такой алгоритм, который даст вам ко всем вершинам из всех вершин. Есть такой алгоритм, но чуть позже про него. Если вам надо от одной вершины найти кратчайшие расстояния до всех остальных, то вот это как раз он, алгоритм Дейкстре. Понятно? Работает алгоритм Дейкстре в графах без отрицательных весов. Если в графе есть отрицательный вес, то алгоритм Дейкстре не работает. Для этого нужно использовать другие алгоритмы. Он может быть назван алгоритмом обхода в ширину с перезажиганиями. Как бы с перезажиганием. У нас будет здесь несколько состояний у вершин. Во-первых, в принципе, все вершины могут быть как бы не пройдены, не тронуты. Это понятно. Вершина может быть еще не тронута обходом. Второе состояние. Вершина может находиться в таком подвешенном состоянии. То есть ее уже тронули и кратчайшее расстояние до нее от исходной, претендент на кратчайшее расстояние от исходной известен. И последнее состояние, когда мы точно знаем кратчайшее расстояние до данной вершины. То есть вот точно в какой-то момент мы знаем, что эта вершина окончательно точно известна, что больше кратчайшего расстояния сюда точно нет. Итак, мне нужно для того, чтобы тут алгоритм запускать, я еще немножко горизонтальных связей добавлю. Мне нужно прописать какие-нибудь веса. 3, 2, 1, 4, давайте не 3, наоборот, 8, 7, 3, 6, 2, 1, 4, 0, 6, 5. 5, 2, 2, 1, 3, 7, 3, 2, 6, 5, 7, 2, 1, 8. Так, я здесь создам какую-нибудь еще связь. 3, 3, 4, 5, 3, 1, 9, 4, 6. Так, и еще тут 4. Кажется все, да? Кажется все ребра. Нет, не все. Вот это ребро еще не обелечено. Сюда 5 поближе нарисуем, а здесь нарисуем 3. Вроде бы все, если какое-то ребро не обелечено, я его обелечу в процессе. Давайте доделаем 9, 5. Так, поехали. Итак, та же исходная вершина, и будем сейчас начинать зажигать. Я создам список, ну или в моем проще даже создать словарь. Потому что если эти вершины строго по индексу, тогда можно просто список кратчайших расстояний до каждой вершины. Ну то есть мне нужно к вершине, к каждой вершине приписать текущее кратчайшее расстояние до нее. Понятно? Текущее кратчайшее расстояние до нее надо написать. И чем хранить эту информацию прямо в графе, как в структуре данных, вот в том же, в словаре множество. Точнее, в данном случае это будет как раз уже в словаре словарей, потому что мне нужно будет в списке смежности хранить информацию о весах ребер. О! Вершину заметил. Вот так. То есть ребро не оберечено. Мне проще будет создать реально в программе словарь, в котором я буду хранить расстояние для каждой вершины, хранить длину кратчайшего пути от исходной вершины. Исходная вершина не меняется. Она вот одна. Итак, давайте начнем. Для каких вершин на первой, на начальной итерации мы можем первое предположение сделать о их, как бы на первой большой итерации. Первое предположение о их кратчайших расстояниях. Это непосредственно смежные с исходной. То есть я беру текущую вершину, она будет браться из очереди на обход. Вот текущую вершину из очереди на обход. Буду говорить так, дай-ка я просмотрю всех ее соседей и попробую обновить для них текущие расстояния. Как я это сделаю? Итак, давайте я назову очередь на обход Q. Ну, а вот это вот словарь, я сейчас на диске пусть будет списком. Все-таки сразу словарь, но я буду его списочно поддерживать, чтобы было видно. Это, собственно, кратчайший Shortest. S будет у меня называться. И в нем у меня будут храниться кратчайшие расстояния. Для нулевой, первой, второй, для всех вершин, которые только в графе есть. Ну, я этого вот там, вот тут вот я записывать не буду. В программе это будет, естественно, в этом же и хранится. А здесь я буду рисовать и малевать прямо на графе. Прямо тут. Понятно, да? То есть я беру и для ее смежных вот туда прописывать расстояние. Сейчас я буду малевать прямо сюда. Итак, на первой большой итерации я беру текущую вершину, а там сейчас у меня как раз вот стартовая вершина, и пишу предположительные кратчайшие расстояния до вот этих вершин. Я их записываю. Сюда 8. Сюда 2. Ну, вот ребро 2, значит, сюда 2. Сюда 2, 3, да? Сюда 7. Да. Записано. На следующей итерации я что? Так, сейчас одну секундочку. Поскольку в какой момент я эту вершину считаю, что она пройдена окончательно. Это сейчас пока даже, допустим, неважно. Но вот эти вершины у меня отправлены в очередь. Они у меня отправлены в очередь. И они перебирают всех своих соседей. Перебирают всех своих соседей. А, я вспомнил. Вершина… Нет, чуть позже. Сейчас алгоритм будем писать. Я сформулирую, когда она считается окончательно вычисленным расстоянием для текущей вершины. Это не так даже принципиально. О, лев покинул нас. Слишком сложно. Так. Значит, дальше. Вот каждая вершина, в некоторой последовательности, в которую они в очередь попали, начинает пытаться сжигать своих соседей. При этом она… Да. В текущей, кстати, вот в той вершине расстояние ноль. Это важно, чтобы оно было вписано. Для вершины, с которой я начал, было расстояние, уже стояло ноль. И она начинает перебирать всех своих соседей, всех своих соседей, для которых расстояние до них меньше, чем до нее. То есть, вот эта вершина, она не требует перезажигания, потому что в нее и так уже путь имеет длину ноль. Соответственно, если я буду пытаться вернуться вот сюда, то я только увеличу, да, еще только увеличу путь. А вот эта вершина как раз вполне себе соответствует. Да, я зажигаю ее и говорю, здесь я… у меня текущий 8, я прошел по пути 4, 8 плюс 4 – 12. Текущий, кратчайший путь сюда – 12. Отлично. Эта вершина отработала, зажгла кого могла. Следующая в очереди лежит вот эта вершина. Она начинает обходить всех своих соседей. Смотрит, у этой вершины кратчайшее расстояние ноль. Ее перезажигать не нужно. У этой вершины кратчайшее расстояние минус… ну текущим, начальным, конечным расстоянием считается минус бесконечность. Минус инф. Мы так и заполним вначале массив, чтобы дальше… ну точнее не массив, там словарик. Чтобы с этого начать. То есть мы считаем, что у нас бесконечные эти расстояния. Вот. Соответственно, он смотрит, сюда сейчас бесконечное кратчайшее расстояние. А я могу предложить вариант за 2 плюс 4, то есть за 6. И записывает туда 6. 6 – это текущее кратчайшее расстояние до данной вершины, среди уже известных. Все, эта вершина зажгла… А, прошу прощения, она еще вот эту. Смотрит для вот этой вершины. Она смотрит. У нее текущее кратчайшее 12. А это больше, чем у меня. Значит, можно попытаться ее перезажечь. И я предложу ей 2 плюс… Длина вот этого… вес вот этого ребра. 2 плюс 1. 3. 3. Значит, я стираю старое кратчайшее расстояние и записываю туда новое кратчайшее расстояние текущее. 3. Ну, вполне вероятно, что оно таковым и останется. Да? То есть мы перезажгли ее. Вот теперь смотрите. Вот это очень важный момент. Сейчас я первый раз проговорю, но это не будет иметь эффекта. Дальше будет. Когда я ее перезажег, мне нужно не только обновить у нее это расстояние, а мне нужно еще и добавить ее в конец очереди. Понимаете? Потому что вполне возможно, кстати, это будет играть свою роль, что 3 плюс 4 меньше, чем 8. И уже ее соседей тоже надо перезажечь. То есть найден, в принципе, более короткий путь сюда. И надо попытаться всех, кого уже ранее тут зажигали, кому давали уже какие-то временные расстояния, снова… То есть она еще, вершина повторно входит в очередь. И этих повторных входов может быть довольно много по мере нахождения там более короткого ребра, более короткого пути. В принципе, можно попытаться оптимизировать, немножко оптимизировать этот алгоритм. Если мы будем начинать перебор обходом вот этим вот, начиная с более коротких ребер. Но это не принципиально для алгоритма, в принципе, не принципиально. Вот. Так. Давайте быстренько… Я дальше уже с меньшим количеством комментариев, да, еще немножко покажу, чтобы это в голову легло. Потому что когда в код перейдем, я боюсь, что вы сейчас сразу отключитесь от занятия. Скажите лучше в записи. Не верьте себе. Самый лучший день, утро, кофеек. Сейчас будет перерыв скоро. Еще две минутки. Я показываю и без кода мы уходим на перерыв. После перерыва выпиваем кофе и делаем код алгоритма Dextra. Итак, поехали. 6 плюс… Какая у меня сейчас вершина? Да. Ну, давайте эту пока не забыли. Она у меня в очереди еще. Да. Раз. Перезажгла. И новое кратчайшее расстояние. 7. Ну, кстати, это тоже должна будет перевычислить. Но она смотрит. Никого из моих смежных со мной, у которого вес больше, чем у меня, нету таких. Так. Ну, давайте отсюда. Вот эта, допустим, очередь пришла. У нее смежная вот эта и вот эта. 7 плюс 6. Это меньше. Больше, прошу прощения, чем 3. Да. У этой пока бесконечность с минусом. Да. Поэтому 7 плюс 2. 9 подходит для нее прекрасно. Ну, давайте дальше. Отсюда. Да. Вот эту я еще не сделал. Да. 3. Здесь 7. Она пытается обновить. 3 плюс 6, 9. Но обновить не получается к лучшему. Поэтому она ее не обновляет. Да. Дальше. Кого она дальше пытается? Это вот этого соседа. Она смотрит так. Здесь минус бесконечность. 3 плюс 3. 6. Записываем сюда. Сюда кратчайшее расстояние 6. Так. Следующая. Вот эта вершина пытается зажигать соседей. Смотрит. Сюда минус бесконечность. 2 плюс 5. 7. Записываем. Минус бесконечность. 2 плюс 7. 9. Это лучше. Записываем. Так. Следующая. Так. Это у нас, допустим, вот эта вершина зажигает. Да. Она смотрит. 6 плюс 8. Это у нас 14. Записывает. Так. Следующая. 6 плюс 1. 7. Записывает. Отработала. Так. Следующая. Это пора вот этим вершинкам. Вот тут вот. Пришла, допустим, очередь. Поехали. 9 плюс 1. 10. Записали. Так. 9 плюс 4. 14. 13. Записали. Дальше вот эта вершина начинает отрабатывать. 6. Так. Ну, 3 она игнорирует. Да. Здесь минус бесконечность. 6 плюс 7. 15. Записали. Дальше. 6 плюс 2. 8. Записали. 6 плюс 2. 8. Записали. 6 плюс 1. 7. 7 лучше, чем 13. 12. Поэтому записали. И не только записали, а еще и запустили на перевычисление. Она встала в очередь. Ну, и давайте сразу ее рассмотрим. Хотя до нее очередь должна дойти в самом конце. Но, чтобы не забыть, я лучше сейчас на доске сразу ее рассмотрю. Да. Она у меня вот этим нулем перезажигает. Ну, тут 9 плюс 4 не удается у нее перезажечь. Да. Это невыгодно. А за счет нулевого расстояния 7 плюс 0. 7. И она перезажигает вот эту. Оказывается, сюда кратчайшее расстояние 7. Да. И эта вершина тоже встает у нас в очередь на перезажигание. Да. Она пытается зажигать этого, но невыгодно. Да. Эту. Кстати, с нулем это отдельная песня, потому что если она у меня будет равной, то есть равновыгодная, то это уже не должна перезажигать, иначе она тут зациклится. То есть только когда именно на меньше либо равно, когда новое расстояние не меньше либо равно, а как раз строго меньше. Вот. Ну, в этом случае мы видим, ох, хоба! А вот тут, оказывается, можно обновить вот эту вершину. И вот этой вершине кратчайшее расстояние 8, а не 9. Понятно? Вот так вот. Дальше. Какая вершина? Так. Ну, тут она, я говорю, это отрабатывать не надо. Да. Здесь невыгодно. 7 плюс 6, 15. 13. Но это меньше, чем 8. Так. Здесь, допустим, вот эта вершина. До нее сейчас текущая кратчайшая 15. Она пытается зажечь соседей. Семерку бессмысленно. А вот эту она посчитала. 15 плюс 2, 17. Дошла очередь до вот этой вершины. Она смотрит. Так. 7 плюс 3, 10. Ага. Перезажигаем. 10. Так. 7 плюс 6. Это у нас 13. Так. Это выгоднее, чем 17. Перезажигаем. И она у нас снова эти 10 и 13. Обе встали в очередь на перевычисления. Десятка смотрит. Вокруг 6, 7. Не надо перезажигать. А 13 она может предложить лучше. Она может предложить 10 плюс 2. То есть 12. Поэтому она 12 еще раз перезажигает. Понятно, да? Прописывает для нее новое кратчайшее шестое. И вставляет в очередь. Это просматривает соседей. Да. 10, 7 бессмысленно. А сюда как раз 13. Отлично. Она добавила. Девятка пытается предложить свои варианты. 9 плюс 3. 9. Тут 7 бессмысленно. Да. Сюда. Что у нас? 9 плюс 4. 13. 13. Смотрит соседей. Девятку нет. 12 нет. 13 не надо. Ну вот осталось кого? Семерка. Так. 14 плюс 9. Это у нас 23. 3. Так. Здесь 14 плюс 5. 19. Да. Семерка просматривает своих соседей. Этого она уже тут бессмысленно, невыгодно зажигать. Поэтому не будет. Значит, здесь она смотрит кого? 7 плюс 3 это лучше чем 19. Поэтому обновляет и перезажигает вершину. Правда в обратную сторону там не пойдет. А раз перезажигает, значит из вот этой вершины заново будет просчитан, точнее заново в первый раз будет посчитан путь к своим соседям. 10 плюс 4 – 14. 10 плюс 6 – 16. Так. И последняя вот эта еще девятка не отработала. Вот в эту сторону. 9 плюс 3 – это у нас 12. 12 выгоднее, чем 16. Поэтому оно будет записано сюда. Вот. 12 плюс 6 – это не выгоднее, чем 10 уже. В общем, тут зажигать-то некого. Бессмысленно, да? Мне кажется, что я для всех вершин прописал кратчайшие расстояния. Я мог ошибиться. Могу ошибаться. Я все-таки не алгоритм Дейкстра в голове у себя, да? Не компьютер. Даже, видите, граф вроде небольшой, а уже здесь были и перезажигания, и повторные вычисления, где там раз, и компонент как-то… Итак. После того, как очередь становится пустой, мы можем быть уверены, что у нас посчитаны кратчайшие расстояния. Вот то, что желтеньким написано. Это кратчайшие расстояния от исходной вершины. Как нам найти это самое кратчайшее расстояние? Точнее, не само расстояние, а… Ну вот, например, я говорю, вот я хочу путь. Как мне… То есть, кратчайшее расстояние известно. 8. Вот от этой вершины, от стартовой к вот этой вершине, кратчайшее расстояние пути 8. А как конкретно шагать, по каким вершинам топать, чтобы достичь? Оказывается, вот этой информации, вот этого вот списка shortest list достаточно для восстановления пути. И нужно от конца начинать. То есть, я в путь добавляю последнюю вершину. А среди соседей ищу такую, путь к которой… Точнее, не путь, а длина ребра к которой равна как раз разнице между кратчайшими расстояниями. 8 минус 7 равно 1. Значит, именно по этому ребру и надо было шагать. Надо шагать. Заканчивать. Да? Среди соседей, опять же, просматривают те, между кем разница. 7 минус 6 не равно 8. А 7 минус 0 равно 7. Значит, по этому ребру и надо шагать. Ну, единственное, что опять же, с нулем здесь возникает некоторая трудность, чтобы не зациклиться и не бродить по нулевому пути туда-обратно бесконечно долго. То есть, тут возможно зацикливание при вычислении обратного пути, если в графе были нулевые расстояния. Но можно заблокировать. То есть, если было одно ребро, то это ребро… Просто мы проверяем, что это ребро не используется второй раз. В случае с ребрами не нулевого веса эта проверка излишняя. 7 минус 4 не равно 8. 7 минус 1 равно 6. Значит, вот именно это ребро должно быть использовано. 6 минус 7 не равно 10. Минус 2 не равно 8. 6 минус 3 равно 3. Значит, это ребро. 3 минус 6 не равно 7. 3 минус 3 равно 0. Значит, вот оно ребро. Как только нам встретилась начальная вершина в процессе вычисления вот этого обратного пути, мы можем, собственно, список ребер, которые мы составляли, пока чапали обратно, мы можем этот список ребер, что сделать? Ну, перевернуть наоборот, потому что нам-то они нужны были в исходном порядке. Как идти? И воспользоваться, собственно, этим путем для достижения требуемой вершины из исходной по кратчайшей траектории. Ну, собственно, все. Собственно, все. Давайте сейчас сделаем перерыв. Так, я хотел бы услышать ваш голос. Насколько устали, не устали? Я думаю, давайте, как мы сделаем. В 13.10. Вот сейчас 3 минуты. 7 минут сделаем перерыв. В 13.10 продолжим. Напишем код. Может быть, сразу на компьютере. Чтобы нам больше не вывозиться и сразу посмотреть. Все. 13.10. Начинаем. Отдыхаем сейчас. Итак, давайте продолжим. Давайте напишем код алгоритма Дейкстре. Форма хранения графа у меня практически не изменится, поэтому алгоритм считывания я оставлю прежним. Это алгоритм считывания в словарь множеств, но только он теперь у меня будет словарем словарей. А именно у меня добавится вес. Вес в данном случае мне как раз критично сделать числом, если идентификатор вершин я как раз хочу оставить потенциально строками, чтобы мне не мучиться и можно было вводить Санкт-Петербург, Москва и так далее словами. Для словарей же это не принципиально, а вот веса как раз мне надо сделать числами, но только не обязательно индовыми. Это могут быть вполне себе числа с плавающей точкой. Итак, вес я добавляю в соответствующий словарь вот таким вот образом. Количество вершин в данном случае я вообще уберу, оно несколько лишнее. Вершины будут появляться по факту наличия ребер. И все. Потому что иначе мне с именованными вершинами придется отдельно задавать список имен вершин. Я хочу сжато вводить граф с клавиатуры. Соответственно, я создал теперь не множество, а вот этим маленькой допиской я создал словарь. Когда у меня атова словаря в большом словаре нет. Ну и когда у меня, собственно, словарь аты есть, то я в этом словаре в этой вершине сопоставляю вес. Поэтому, собственно, форма со словарем, она отличается вот этим вот. И я делаю то же самое для обратного, да, где я в этой вершине, поскольку граф не направлен, то я и туда, и сюда приписываю этот вес. В бэтый словарь в вершине а сопоставляю число weight. Все, в результате я граф сформировал. Ну и, собственно, теперь поехали dx писать. dx. Мне нужно передать саму информацию о графе. Мне нужно передать вершину, с которой я начинаю. И в данном случае я не буду формировать множество зажженных. Результатом будет в конечном счете возвращаемое значение, содержащее в себе ассоциативный массив кратчайших расстояний ко всем вершинам графа. Пусть он называется в единственном числе. И я сразу заготовлю его перед тем, как начну. И скажу так, что это словарь. Я сделаю dict comprehension. Это словарь, в котором у меня каждая вершина соответствует вес минус бесконечность, минус инф. Значит, минус бесконечность задать можно следующим образом. Флот минус инф. Поскольку у нас среди чисел с плавающей точкой существует число минус бесконечность, то вопрос только один, как его задать как литерал числа. Вот я знаю такую форму, что я могу его из строки привести к флоту. Минус инф как раз задаст мне число, соответствующее минус бесконечности. И оно будет адекватно реагировать. Так вот, я хочу вот такое соответствие вертексу написать для вершин. For vertex in g. Поскольку у меня словарь является итерируемым объектом. И как раз для каждой вершины она есть у меня в этом словаре g. Словарь списков связности. Списков смежности. Это значит, что вот так вот можно добыть все вершины. For vertex in g. И для каждой вершины я ставлю минус бесконечность. Кроме одной. Вот мне нужно прописать нулевое расстояние для стартовой вершины. Я это сделаю отдельно. То есть вначале пропишу минус бесконечности. Но для вершины стартовой я пропишу 0. Итак, дальше я записываю эту стартовую вершину в очередь на сожжение. Я в старой терминологии. В очередь на зажжение. И точно так же, как в обходе в ширину, я говорю, пока у меня, собственно, очередь не пуста. Я сделаю здесь комментарий, чтобы было понятно тем, кто разевает. Пока очередь не пуста. То есть, len от q не равно нулю. Что я делаю? Я добываю текущую вершину из нее. Queer.pop0. Таким образом, я ее и удалил из этой очереди. И осталось мне что? Попытаться позажигать всех ее соседей. Итак, forNeighbor.in. Сразу добываем список ее смежности. g от current. То есть, это у нас для соседа в списке смежности текущей вершины. Что я делаю? Итак, в каком случае я буду его перезажигать? В данном случае никакого там множества я не буду поддерживать. А я буду перезажигать по принципу того, что путь текущий shortest path в эту вершину. Если shortest path к current плюс вес ребра от текущей вершины до соседа. Он как раз у меня хранится в current словаре с ключом neighbor. То есть, g current neighbor. Там как раз вес нужный мне. Так вот. Вот это мой предлагаемый путь зажигания. Мой предлагаемый путь достижения этого neighbor от текущей current. Так вот, если это расстояние оказалось меньше, чем текущий кратчайший путь для соседа. В этом случае что я делаю? Первое. Обновляю этот путь. Сейчас я сделаю так. Я один раз его вычислю. Да. Сейчас, как у нас предложить по-английски. Как по-английски предложить? Offer. Если предлагаемый кратчайший путь меньше, чем текущий кратчайший путь. В этом случае я что говорю? Что shortest, кратчайший путь для соседа нужно обновить. Равно offering shortest path. Но это не единственное. Если бы это было единственное, то, если я так сейчас остановлюсь, то алгоритм dx не будет работать правильно. Потому что мне нужно для этого соседа, для которого обновился его кратчайший путь, осуществить перезажигание. То есть передобавить его в очередь. Точнее просто добавить его в очередь. То есть queer.append, в конец его, neighbor. Все. На этом все. Собственно алгоритм не длиннее, чем обход в ширину. Ну и собственно вот это вот множество, точнее это у меня словарь соответствий. Вот этот вот словарь соответствий вершин и кратчайших путей к ним я возвращаю в качестве результата. Ну все, осталось только посмотреть. Ну давайте для начала запустим. Аки есть. Что я хочу? Хочу считать граф. Так. Ну и посчитать shortest path равно dx а сейчас еще кончику. Наоборот. g, запятая. Я давайте сделаю вот так вот. Я оформлю как main функцию. Раз. И если у меня g, значит с вершины с индексом ноль, да, и после того, как я это делаю, я тупо распечатаю этот словарь. Аки есть. Ну или можно сделать по-другому. Давайте лучше сделаем так. For vertex in g распечатать print vertex, запятая, shortest path от vertex. Ну, давайте сейчас start city и считаем его. input и приглашение к вводу напишем сюда. Значит, введите стартовый город. Ну, все. Соответственно, прописываем, что так сохраняемся. так, лекшен 2. Это у нас так, одну секундочку. Сообразим, все ли у нас в порядке. Так, между функциями отступ чуть добавим и запустим, если у меня name сейчас, по-моему, так называется. Как называется? Не помню, как правильно. Кто помнит, как правильно здесь писать? Уважаемые пользователи, я вот не помню. Как там определить это? Так, ладно, запускаемся, посмотрим, получится или нет. Да, видимо, я правильно ввел name с двумя подчеркиваниями с двух сторон. Итак, поехали. Вводим граф. Сейчас количество вершин вводить не надо, я вырезал это дело, зато я могу сказать ему, сколько ребер и поводить, поскольку я не интовал, а ставил строками, и у меня там словарь, то я могу вполне себе города так и называть. Москва, Петербург, я не знаю расстояние между Москвой и Петербургом, вы уж меня извините, я буду что-нибудь писать. 300. Москва, Калуга, тоже не знаю расстояние, ну там 400, допустим. Москва, там, Ростов на Дону, чуть лучше знаю, ну где-то там 1300. Примерно. Что еще там? Ну, например, давайте, Калуга, у меня осталось немножко. Что я хотел? Я хотел, давайте еще, Москва, Калуга, до Калуга, вот, сделаем еще, Москва, Воронеж, Москва, он, кстати, их развлечит, и Маква, естественно, он будет считать другим городом. Москва, Воронеж, я не знаю, теперь же расстояние, ну, допустим, 600, да, и, допустим, Воронеж, Ростов на Дону, сделаем так, чтобы расстояние оказалось меньше, чем 1300, тоже 600, напишем, что как бы, как бы через Воронеж будет у нас, хотя не помню, может, кратчайшее расстояние. Ну, смотрим, введите стартовый город, откуда мы будем путешествовать. Ну, давайте померим расстояние из Петербурга. Петербург. Та-да-да-да-дам, у меня где-то опечатка. Shortest. Shortest. Т. Вроде бы везде, в остальных местах. Очень неприятная ошибка. Ничего, я копипастом сейчас ускорим, вот, в конце концов. К сожалению, ввести сразу все здесь не получится. В IDLE есть такой глюч, что он воспримет это все как одну строчку, и мои сплиты неправильно это будут разбивать. Поэтому мне придется вводить Enter каждый раз руками. Вот, это такой глюк IDLE стандартного. Петербург. Так, ну, эй, вернись. Итак, кратчайшие пути из города до Петербурга. 0, Москва минус инф, Воронеж минус инф. В общем, что-то он не обновил, я вам скажу. Беда какая. Беда не работает. Наш Дэкстра не работает. Печаль. Так, внимание, смотрим. Будем печатать текущую вершину. ее текущий путь, с которым она. И когда мы вычислили Offering Path, то его тоже хотелось бы узнать. Print, значит, что это у нас? Current, запятая, Neighbor, Offering Shortest Path и Shortest Path текущий. Каждый раз, когда он будет сейчас складывать, предлагать. Единственное, что я начну с отступа, чтобы эта информация дебажная с вот этой информацией дебажной у меня не пересекалась. Поехали. И коротенько. 5 ребер, я их номерами, 0, 1, давайте их десятками, 10, 0, 2, 40, 1, 2, 15, так, что еще? 0, 1, 0, 2, 0, 3, 20, 20, так, и 0, 0, 1, 1, 1, 3, 5, стартовый город, 0, кратчайший, так, то есть он пробежался и никого не добавил. Минус, инф. А, все, 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 причина понятна. Надо считать, что не минус, бесконечность, начальный стартовый путь, а плюс бесконечность, то есть он настолько плох, что он бесконечен, то есть какой-то гигантский, супергигантский путь. Все, и вот она причина. Мефей Федорович ошибся. Ну, давайте еще раз запустим с какими-нибудь более красивыми городами. Так, 5, раз, два, три, четыре, и Стартовый город Петербург. Куча отладочной информации. Вот он начал видно от Петербурга. На первой итерации он только до Москвы добежал. Было расстояние 300 предложено, а было расстояние как вариант бесконечности. Он предпочел естественно 300. И Москва пошла следующей в зажигание. Она стала зажигать всех своих соседей и вычислила первоначальное расстояние. Причем это не расстояние от Москвы, а это кратчайшие расстояния от Питера обновляются. До Ростова-на-Дону 1600 насчитала. Калуга попыталась обновить Москву, но бесполезно не стало. Воронеж обновил Ростов-на-Дону. Было предложено 1500, а было 1600. Естественно он его перезажег. Дальше Москву бесперспективно не стал перезажигать. Ростов-на-Дону в очереди. Только сейчас до него добралась очередь. Он проверил Москву-Воронеж, там обновлять не надо. Если ехать в Москву через Ростов, вот такое расстояние. А там и так 300 от Питера. И Воронеж 200, если через Ростов, а так 900. Соответственно, Ростов-на-Дону возник второй раз в очереди. Это возникло по той причине, что он был добавлен второй раз на перезажигание. Дело в том, что мы же не могли отследить, когда именно он обновится. Можно попытаться там как-то отслеживать вот эти бесполезные двойные обходы соседей. Но это не скажется на асимптотике алгоритма. Кстати, про асимптотику алгоритма Дейкстре. Асимптотика алгоритма Дейкстре – это количество вершин. Так, сейчас, секундочку. Н квадрат, если я вам не вру. Та-да-да-да-да-дам. Так. Неформальный пример. Та-да-да-да-дам. Описание. Так, а где у нас асимптотика? Сложность алгоритма. О, а ТН квадрат. Но это для просмотра всего множества вершин. А если у нас разреженный граф, и у нас, в общем, в нашем случае, у нас достаточно эффективное хранение. Непосещённые вершины. Так, варианты. Варианты. Ну, в общем, О от Н лог Н плюс М. Ну, в общем, он является достаточно эффективным алгоритмом. Да, и даже в самом худшем случае хранения графа, там, той же матрицы смежности, у нас получается достаточно эффективное хранение. Асимптотика, эффективная сложность Н квадрат для нахождения во все вершины из исходной. Ну, на самом деле, конечно, вы видели, что там поменьше будет в случае с тем, что нам не надо перебирать все, у нас готовы все списки смежностей. Теперь следующее. Если мы хотим найти... Вот у меня есть какие-то вершины. Вот представим себе вершины. Они как-то связаны друг с другом. То есть, есть множество каких-то связей друг с другом. Ну, давайте я ещё одну нарисую. Даже не буду пока рисовать. Пусть их пока четыре нарисованы. И они как-то связаны друг с другом. То есть, существует какое-то множество путей отсюда сюда. Какое-то множество путей отсюда сюда. Отсюда сюда. Есть какие-то пути их связывающие. От этой можно как-то добраться к вот этой. То есть, может быть, через вот эти вершины. Есть какие-то пути. Если мне требуется знать кратчайшие пути не только от одной исходной вершины, а кратчайшие пути... Ну, я, допустим, назову их буквой F. Кратчайший путь. От этой вершины до житой вершины. Да? То есть, я хочу узнать кратчайший... Длину. Длина. Кратчайшего пути. Ну, то есть, понятное дело, что он существует, если он, в принципе, существует. Допустим, граф связанный, путь существует. Длина кратчайшего пути от этой вершины до житой вершины, в принципе. Ясно, да? Логика. Кратчайшего пути от этой до житой вершины. Это не матрица весов. Если бы граф был у меня полносвязный, да даже в этом случае, вы понимаете, что пройти по раз, два, три ребра может быть дешевле, чем пройти напрямую. Да? Потому что у ребра может быть большой вес. Это не весовая матрица, да, а между какими-то вершинами, на самом деле, пути прямого и нету. Нет ребра. Они не смежные. И проход по длинному пути какому-то. Вот. Вопрос, как нам вычислить вот эту матрицу длин кратчайших путей от каждой вершины к каждой? Ну, вариант первый. Мы уже знаем алгоритм Дейкстра. Мы его уже запрограммировали. Есть функция. Пожалуйста. Берем. И для вот этой вершины нашли кратчайший пути для всех остальных. Записали в Итую строчку этой матрицы. Для следующего И берем следующую вершинку. И для нее, для всех остальных вершин запустили алгоритм Дейкстра и получили. Асимптотика этого алгоритма получается какая? Ну, очевидно. Если у Дейкстра Н квадрат, нам нужно это запустить для Н вершин. Ну, в принципе, Н куб получается. Кубическая асимптотика. Можно так сделать. Но существует альтернативный алгоритм, который... Точнее, два альтернативных алгоритма, которые позволяют работать с отрицательными весами. То есть, если существуют как бы отрицательные расстояния. Ну, про то, что такие графы, в принципе, существуют, мы с вами обсуждали еще там две лекции назад. Соответственно, алгоритм Дейкстра пасует. Он точно не может помочь. Для него принципиально, что расстояние увеличивается. То есть, проход по ребру увеличивает расстояние. Это алгоритм Флойда Оршелла. И это алгоритм Форда Фалкерс. Сейчас, секундочку. Второй алгоритм. Я боюсь, вам неправильно назвал. Сейчас скажу. Белл Манафорда. Давайте начнем с Флойда Оршелла. Итак, сделаем следующим образом. Сделаем следующим образом. Я создам последовательность приближений к вот этой матрице. Осознайте. Я сделаю последовательность приближений к этой матрице. Осознаешь, что за матрица нам нужна? Ответьте мне, пожалуйста. Понятно ли, какая матрица нам нужна? Потому что очень важно, когда мы алгоритм делаем, понимать цель алгоритма. Что там внизу в чате не видать? Непонятно. Не будем торопиться. Очень важно понять. Это. Представьте себе. Вот у меня есть вершина А. Ну давайте, ладно, я их по номерочкам пока что. 1, 2, 3, 4. Существует какой-то путь. Точнее, не один, а множество путей из первой во вторую вершину. Множество различных путей. Среди этих путей существует какой-то путь с наименьшим весом. Это и называется кратчайший путь. Мне не нужен сам кратчайший путь сейчас. Не будем его обсуждать. Начнем с... Этого. Начнем с длины кратчайшего пути. То есть мне бы хотя бы длину кратчайшего пути получить. Понятно? Соответственно, если я узнаю попарно длины кратчайших путей от каждого к каждому, то есть мне кто-то сказал, я тебе обещаю от Москвы до Петербурга кратчайшее расстояние 300 километров. Я еще раз говорю, это не настоящая информация. Условно пример. Или кратчайшее расстояние... А из Москвы до Таганрога 1400. От Таганрога до Петербурга 1600. Не сказал как. Но он обещал, что нам уже выдали готовую матрицу. Теперь понятно, что целевая функция. Что эта матрица нам дает? Он дает нам знание о длинах кратчайших путей от каждого к каждому. Если в алгоритме Дейкстра у нас были кратчайшие расстояния от одного города ко всем остальным, это был линейный массив, которым названием городов соответствуют эти, собственно, длины кратчайших путей. То тут я задаюсь вопросом о том, чтобы из каждого в каждый знать кратчайшие пути, длины кратчайших путей. Теперь понятно? Так, остальным понятно, кроме Анны? Напишите, пожалуйста, в чат. Целевая функция понятна? Так, Анне теперь понятно, а остальным теперь непонятно. Стало. Остальные не слушают лекции. Мы с вами сейчас работаем в формате Фоксфорда и студии Фоксфорда, Фоксфорт.ру. И вы проявляете примерно такую же активность. Так, Егору понятно. А, Егор говорит, что он не Егор. Может быть, Егор не один? Их сидит много, там, этих Егоров. О, супер, отлично. Значит, больше присутствует людей, чем я думал. Целевая функция понятна. Теперь смотрите. Сразу нам никто этого не даст. Но мы сделаем такое приближение. Да? Давайте начнем с первого приближения. Ф, прошу прощения, с нулевого приближения. Нулевое приближение ИТ, ЖТ. Это, собственно, то же самое. От ИТ вершины до ЖТ вершины. Но, но, пользоваться промежуточными вершинами нельзя. Но пользоваться промежуточными вершинами нельзя. Но, это понятно. Да? То есть, если промежуточными вершинами пользоваться нельзя. То длины кратчайших путей, чему соответствуют? Ну, там частенько будет встречаться минус бесконечность. Давайте я сделаю, собственно, сейчас полносвязный граф из четырех вершин. В котором, вот, один, два, три, четыре, я его уберу эти, возьму, а нарисую их нормальными прямыми линиями, нарисую конкретные расстояния. Три, пять, два, один, три, два. А вершины, чтобы не путаться с длинными и наименованиями вершин, вершинки я буду другим цветом. Я не могу сейчас позволить себе. 0, один, но чтобы это было матрицей, я их оставлю вот так. 0, один, два, три. И от нуля начну. Чтобы это была матрица в чистом виде. Итак, пользоваться промежуточными вершинами нельзя. Это нулевое приближение. Итак, понятно, что в этом случае это, по сути, является весовой матрицей. Это весовая матрица. В эту весовую матрицу я внесу некоторые определенные правки. Что важно? Для работы алгоритма Флойда важно, чтобы F... А, кстати, да, алгоритм Флойда Оршелла, хотя он в принципе работает для графов с отрицательными весами, ребер, тем не менее для этого нужно делать дополнительные приседания. Мы их сейчас делать не будем. Отрицательные веса. Вот. И вот эти приседания, собственно. Но они делаемы. Но он все равно не работает в ситуации, когда возникает цикл с отрицательным весом, по которому пробегаешь и набираешь отрицательное расстояние. То есть возвращаешься в ту же вершину с отрицательным расстоянием. Это можно себе представить. Да, что это значит? Это значит, что вы бежите, а расстояние все уменьшается. Вы зацикливаетесь. И чем больше вы зацикливаетесь, тем меньше расстояние вам до любой вершины, до которой вы можете только... То есть вам очень выгодно пройти этим отрицательным циклом при любой траектории. Потому что как только вы смогли в него зайти, то у вас минус бесконечный. Ну, в общем, алгоритм Флойда Оршелла в этом случае глючит. Совсем. Поэтому с циклами с отрицательными весами вам совсем сложно работать. Мы не будем считать. И вообще я все-таки не буду считать сейчас никаких отрицательных весов. Итак, важно, чтобы в этом F нулевом, да, и там житом, F нулевом, я не буду сейчас писать, значит, для и равно жи, да, F нулевое, и то, и то, да, равнялось нулю. Первое требование. То есть чтобы стояло расстояние уже ноль. Дальше. И для всех остальных, да, то есть для несмежных, для несмежных стояла плюс бесконечность. Вот я уже не буду ошибаться, как я там ошибся, да, то есть плюс бесконечность. Ну или какое-то супермаксимальное число, которое больше любой возможной траектории в этом графе. Окей. Вот. Ну, мне подойдет как раз плюс инф, как обозначение того, что она в сравнениях прекрасно участвует. Итак, что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Мы будем запускать динамическое программирование. Что такое динамическое программирование? Я имею целевую функцию, которая у меня вычислена для, там, итого значения. И я ее вычисляю для следующего, ну, в данном случае не итого, а для к-того значения. И я ее вычисляю для к-того значения, ну, или, например, для к-того вычисляю от к-того значения. Итак, каким именно образом сие мы сделаем? Так, одну секундочку, я, чтобы меньше было погрешностей, сразу откроем. Так, одну секундочку. Итак, мы вычисляем, записали, записали. Мы находимся на к-той фазе, да, у нас уже, допустим, и, собственно, итерация, да, итерация. Так, давайте я лучше оставлю это дело, здесь продолжим. Итак, итерация. От к-той, да, от f-к-той к f-к плюс первой. Следующим образом. А, да, и, соп, еще один важный момент. Я не совсем объяснил, что такое f-к-т. Я объяснил, что такое f-нулевое, и не объяснил, что такое f-к-т. Это печально, и сразу вы ничего не поймете. f-к-т, значит, f-к-т, и-т-жи-т, да, это длина кратчайшего пути от и-той к житой вершине. При этом, но, но, пользоваться можно. 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 Только к первыми вершинами. как промежуточными. То есть, я буду вот эту матрицу кратчайших расстояний расширять следующим образом. Я скажу, а теперь, то есть в этой матрице в начале, на нулевом шаге, давайте сейчас в начале проиграем, а потом уже запустим. На нулевом шаге. Она у меня сейчас вот такая вот, да, и в ней у меня записано что? Вот у меня конкретный граф. И в ней у меня что записано? От нулевой... Так, сейчас я секундочку просмотрю все эти расстояния. Мне бы какой-нибудь из них еще поувеличить чуть-чуть, а то у меня возникает слишком они... Хорошенькие. Даже, может, еще увеличить. Три, один, три, лучше не четыре, а семь. Я немножко подыграю расстояние. Так, пять. Ну, тоже давайте шесть, хотя, по-моему, не суть принципиально. Уже. Так, 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 так. Угу. Угу. Ну, а здесь тоже сделаем не два, а какой-нибудь десять. Вот так вот. Здесь вот сделаем два. Два, один. Все-таки так, тут пять, шесть. Я, простите, еще не доиграл с расстоянием, чтобы было поинтереснее в качестве промежуточного результата. Два, один. Два, один. Два, один, два. Вот, примерно так. Примерно так. Все, отлично. Вершины переставим местами. Вершины переставим местами. Два, три. Вершинки. Так. Все. Вот теперь можно начинать. Итак, записываем. Из нулевой в первую расстояние, ну, я проставляю нули по требованию, да, вот что f ито ито равно нулю. И записываю просто матрицу смежности. От нулевой к первой – два. От нулевой к второй – десять. От нулевой к третьей – что у нас там? Пять. От первой к второй – шесть. От первой к третьей – один. От второй к третьей – два. Ну, и поскольку не направленный граф, то я симметрично отражаю. Десять, пять, шесть, один, два. Это у меня просто весовая матрица, по сути. Но она у меня как раз является стартовой. Поехали. Я сейчас разрешаю себе пользоваться в качестве промежуточной первой вершины. Да? То есть у меня есть… Рассмотрим конкретику. У меня есть некая итоя вершина. У меня есть житая вершина целевая. Так вот, у меня уже была какая-то траектория. Да? Эта траектория по не более… По городам с номерами, да? По городам с номерами… С номерами не более к. Не более к. Это один вариант движения из этого города в житый. И длина кратчайшего пути по возможным траекториям с не более к мне известна. Вариант два. В качестве промежуточного я теперь разрешаю себе воспользоваться городом К. В кратчайшую траекторию от Итого до Катого… Да? Могут… Это город с номером К. Прошу прощения, К плюс один. К плюс первый город. К плюс первый. В этот К плюс первый город, да? Очевидно, в траекторию его достижения, очевидно, сам он не входит. Правильно? Ну, если нет циклов с отрицательным весом. То есть, он сам не входит в цикл с отрицательным весом. Итак, он точно тут отсутствует. Так вот, я сейчас, соответственно, вот эта траектория тоже удовлетворяет свойству, что она идет по городам с номерами не более К. Соответственно, кратчайший путь будет какой? Фкатый от города И к городу К плюс первому. Вот это множество различных путей от К плюс первого города до Житого. По траекториям… Опять же, К плюс первый город явное дело туда не входит в кратчайшую траекторию от Жи от К плюс первого до Житого. Соответственно, эта длина кратчайшего пути от К плюс первого до Житого, включающего как промежуточные города с номером не более чем К, нам тоже уже известно, она находится в Фкатом от К плюс первого до Житого. А вот эта, вот эта траектория, это просто Фкатая для городов Итого и Житого. Отсюда какой может быть вариант? Первое. Новая траектория, которая появляется как возможная при движении от Итого города к Житому… Махать тут особо нечем, сейчас чем-нибудь помашем. От Итого города к Житому… Либо старая, ну, либо через К плюс первый выгоднее все-таки пройти, да, при его возможности путешествия по нему тоже. Да? Траектория делится на те, которые… Траектории, включающие К плюс один город, делятся только на те, в которых есть К плюс первый город и нет К плюс первого. Вот это траектории, в которых не более чем К плюс первый, но и К плюс первого нет, то есть как раз те, которые Фкаты и Жи, да, и вот кратчайший путь уже есть, да. И те, которые его включают, в этом случае мы разбиваем от И до К плюс первого, от К плюс первого до Итого, и эта траектория, опять же, кратчайшая нам уже известна. Длина этой траектории кратчайшая нам тоже уже известна. Понятно. Она была нам известна еще на К-том шаге, и мы для К плюс первого шага строим ее тривиальным образом. Да, собственно, давайте я напишу итерация. Да? Итерация. Я говорю, Фк плюс первый от Итого города к Житому равен чему? Меньшему из двух. Меньшему из двух. Либо это старое значение траектории, то есть не включающая город К плюс один, как промежуточный, да. Либо это сумма двух вот этих вот. Фк от И до К плюс первого до Житого. Плюс, прошу прощения, Фк от К плюс первого до Житого. Вот меньшее из этого или вот этого как раз является новым значением, где К плюс первый город уже является допустимым. Соответственно, мне нужно пересчитывать эту матрицу, перевычислять ее, разрешая ей выбирать все новый-новый-новый город как промежуточный. Давайте сейчас, я надеюсь, что я все понятия ввел, они легли к вам. Что такое целевая матрица? В чем суть этой итерации? Кто такой этот Фк? И ты, и ты же, и ты. И как правильно выбрать Ф нулевое? Вы удивитесь, насколько туго это входит и насколько коротко записывается сам алгоритм. Потому что он, по сути, является перевычислением этой матрицы. В какой момент мы можем остановиться и сказать, что это и есть итоговая матрица? Просто итоговая. То есть, это Фк, это в принципе, я сейчас стираю, потому что я начал именно с Ф и той житой. Итоговая. Когда туда включены все вершины? То есть, когда у нас все Н вершин, сколько их есть, включены? То есть, в данном случае Ф четвертая. То есть, нулевая, ноль вершин. У меня один, это у меня одна нулевая вершина. А два, Ф2 будет, это уже у меня нулевая и первая включены. Ясно, да? То есть, я перебираю, увеличиваю, увеличиваю, увеличиваю. Когда я подключил последнюю вершину, это значит, что у меня можно пользоваться любыми вершинами, как промежуточными. Значит, все. Сложность у него, поскольку перевычисление матрицы, вот этой вот весовой, по сути, да, она у нас равно Н квадрат операций. Да, Н квадрат операций. То для всего операции нужно Н куб. Ну, то есть, Н раз нужно сделать итерации, да, переход, подключение очередной вершины. А на само перевычисление нужно Н квадрат. Получается, Н куб операций. Так, ну что же, опять сделаем с вами перерыв, после которого я напишу код алгоритма Флойда Уоршала для нахождения матрицы кратчайших расстояний между любыми вершинами в графе. Отдыхаем. Перерыв 5 минут. Перерыв 5 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Сымем отсюда. Чтобы я мог на нее смотреть удобно. Та-ба-да-ба-дам. Отлично. Все. И, собственно, буду распечатывать по ходу, чтобы видеть эти матрицы и сравнивать, понимать, куда мы придем. Вот. Ну все. С Богом поехали. Так. Что нам надо? Нам надо матрицу смежности. Я сейчас сделаю именно матрицу смежности и с номерными вершинами. То есть не вот такой вот сложный, как я для D-Extra делал. Чтобы мне было проще писать Форда. Флойда Оршелла, прошу прощения, алгоритм. Итак. Значит, графинпут G, M равно интинпут. Так. Но мне в данном случае, поскольку я буду делать через матрицу весовую, V, и C будет именно матрица, то мне нужно знать количество их вершин. Изначально я буду закладывать туда веса минус бесконечность. Прошу прощения, наоборот, плюс инфинити. Значит, для чего у нас? Для вершины. G in range количество вершин. Значит, мне нужно количество вершин заранее узнать. То есть вначале мы вводим количество вершин. Количество вершин в графе. Так. И количество ребер в графе. Так. Ну, а дальше, собственно, следует, собственно, ребра. Поехали. For E in range M. Значит, A, B, запятая weight, равно чему? Да, я неправильно матрицу создал весовую. Весовая матрица W у меня чему будет равна? Это. Давайте я назову ее так именно. V, weight. А вот как раз считываемый вес я буду просто буковкой V. То есть weight – это у меня именно матрица весов. Значит, я создаю ее, записывая туда бесконечность. Да, проще, наверное, по-другому сделать. Проще сделать методом повторения. Умножить на n, чем двойным этим. Раз, а этот убираем. Все. Итого. У меня вроде бы ок. Да. То есть я сделал n список длины n, в котором float inf повторен n раз. И таких списков нагенерил n штук, чтобы получилась у меня квадратная матрица n на n. Так, ну все. И теперь для тех ребер, которые у меня заданы, я задаю веса не бесконечные. Значит, да, и еще один момент. Мне нужно будет как раз в весовую матрицу. Я сейчас, я ее специально делаю в том же формате, в котором мне нужно будет F и T. Я должен пробежаться по ней for i in range n и заложить в эту весовую матрицу для и той, и той вершины длину ребра 0. То есть, как бы я считаю, что у меня там 0 прописан. Вот, иначе это у меня в алгоритм Хлойда Уоршелла работать не будет. Так. Итак, считываем. Я в данном случае сделаю так. Инт. А почему инт? Нет, так нельзя. Input split. Потому что у меня A и B, они ладно, там инты. Вот, а V это у меня float. Так, ну я их все от... Хотя можно их опять же сделать вот так вот. Вот, int A, int B, запятая, float, W. Все. И я их отинтовал, отфлотил. Все как надо. Так, ну и теперь я что вношу в M, A, B, B. Я опять сейчас не буду работать пока с орографом. Я туда закладываю W. И, соответственно, в обратную сторону, в B, A, B я тоже закладываю тот же самый вес. Чтобы не вводить ребро по два раза. Все. Это у нас, собственно, считывание. Значит, итогом алгоритма Флойда будет что? Ему нужен граф. И, собственно, все. Стартовой вершины нет. Он от всех будет как бы стартовать, пытаться. Вот. Значит, и возвращать он будет у меня эту самую F. Начальная F. Да, F. Да, прошу прощения, давайте я назову. Поскольку у меня граф сейчас именно весовой матрицей задан, то я буду так и передавать ее. Weight. Значит, я делаю что? CopyPast. F в начале должна стать копипастом весовой матрицы. Поэтому мне придется что ее сделать? Откопировать, как и есть. Вот. Всю целиком. Или сделать как бы глубинное копирование. То есть, это чтобы я не портил исходный граф, да, мне нужно эту матрицу как-то себя сохранить. Так, сейчас, секундочку. Тра-та-та-та-та-та-та-там. Ну, во-первых, можно вложенным генератором. А вот DeepCopy я сейчас даже не помню, как делается. Нужно заглядывать. Давайте посмотрим. Это же важно, в принципе. Тра-та-та-та-та-там. И где? Так. Не надо проблему рассказывать. Надо сразу DeepCopy показывать. FromCopy, Import, DeepCopy. Во. Ну, короче говоря, с вложенными циклами его туда себе скопипастить, чтобы он не мешал. Есть такая интересная тонкость. Когда я обновляю для какого-то города расстояние, то это, короче говоря, я могу не делать матрицу трехмерной. F, K, T, T, J, T. Я могу перевычислять в той же самой матрице. Ну, обоснование этого я сейчас не буду приводить, но так делать можно. Что у меня получится? F, Return F. Так, а здесь поехали, собственно, на алгоритм писать. Итак, мне требуется, матрица уже сформирована. То есть, дальше пошли только циклы. Цикл, который считает итерации. InRange N. K, InRange N. Единственное, что у меня нулевая итерация была, поэтому я начну с первой, и мне нужно подключить все N вершин включительно, поэтому мне придется, чтобы N включительно была, N плюс первая собственную итерацию поставить. Итак, ну, это тонкость, которая мне, в принципе, не так важна, но у меня эта K будет участвовать в выражениях, поэтому, чтобы там не писать плюс один, я напишу здесь. Поехали. Что мы запускаем? Перевычисление матрицы по старому. То есть, для каждого и-того в диапазоне возможных и, и для каждой вершины G, то есть, для каждой пары вершин, я делаю следующее. Если у меня путь к вершине, лежащий через И, давайте, как на доске было, новый путь короткий от Итой к Житой вершине, который включает в себя Катый, ну, правда, я там К плюс первый шел, а здесь Катый по К минус первому. Так вот, он чему равен? Кратчайшему из двух, либо старый Итый Житый, либо сумма Ф Итого через Катый город плюс Ф от Катого города до Житого города. Ну, надо проверить. Давайте теперь, собственно, проверим. Значит, я введу G равно Graph Input. Да, я обещал вам каждую итерацию Кату печатать, собственно, эту весовую матрицу. Я буду минималистично ее печатать. Заведем такую функцию printWeight. for E in range len A, for G in range len A и T, print звездочка A и T. И в конце... А, ну, собственно, все. Нужно же его как раз, len A раз, вывалить список через пробелы завершающей матрицы. Ну, все, принт-метрикс готов. Ну, даром, что выделили в отдельную функцию. Можно было так оставить. Так, returnF, Graph Input. Запускаем Флойда. Флойда. Ж. Значит, ну и returnF, он ее напечатает. Все равно напечатает последнюю. Единственное, что мне имеет смысл вывести изначальную printMetrix, которую я буду вводить. printMetrix, G. Так, ну, собственно, сохраняем. Значит, это у нас кто? Это у нас X3Floid. Ну что же, господи помилуй. Так, смотрим на нашу последнюю матрицу. Количество вершин в графе 4. Ребер в графе у нас было... Сколько у нас ребер в графе? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребер в графе. Поехали. 0,1, 2. А, 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 а. Subscriptable. А где там, что там? M, A, B равно W. E, M. Не туда пишу. Пишу, не в ту штуковину. Нельзя в M запихивать... M это число. Надо в веса были записывать. Перезапускаем. Еще раз. Количество вершин в графе 4. Ребер 6. Поехали. Нулевой первый путь, точнее вес 2. Нулевой второй вес 10. Нулевой третий вес 5. Первый второй вес 6. Первый третий вес 1. Так, второй, третий вес 2. Ну и, собственно, это последнее ребро, которое требуется ввести. NoneType has noLin. Ха-ха-ха. В чем проблема? Где? SiaIntPrintMetrics. А, ну, я выкрасил и выбросил. Забыл сделать ReturnWeight. То есть я его подготовил и забыл. А Return произошел фактически nano. Ну и у меня же оказался nano. Поэтому естественно, что ничего нельзя было его распечатать. Ну, запускаем еще раз. Так, ок, теперь у нас уже, по крайней мере, это все заготовлено. Можно быстренько. 0.1.2. 0.2.10. 0.3.5. 1.2.6. 1.3.1. 2.3.2. Все. n is not defined. В чем дело? n is not defined. А, количество вершин в графе. Елки-палки. Оно же у меня вводится в графинпут и нигде не присутствует больше. А я его использую во Флойде. Чтобы его использовать, окей есть. Я вот так вот это сделаю. LenWeight. Ну, чтобы не передавать его в качестве параметра, не сохранять его в графинпут. Это просто размер, количество строк в матрице. Оно и есть количество вершин. n. Ну, чтобы мне его не прописывать несколько раз. LenWeight. Еще раз. Последний, надеюсь. Поехали. 4. 6. 0.1.2. 0.2.10. 0.3.5. 1.2.6. 1.3.1. 2.3.2. Yes! Ну, надо было разрывы делать между печатаемыми матрицами. Потому что он их печатает благополучно. И сделал первую, это самая первая была матрица у нас. Собственно, вот эта. Вторая. Третья. И четвертая. После чего Шон сделал лист индекс out of range. А в чем дело? Потому что я в качестве промежуточной, да, я все-таки напортачил. Я пользуюсь не более чем k-вершинами, а надо было начать все-таки от нулевой. От нулевой вершины, не включая. Потому что я, пользуясь этими k-вершинами, стал... Эх. Удаляем. Сия. На последней итерации глюк произошел. Ах. Ах. Да. Тут мелькало решение, мое авторское решение первой задачи из контеста. На JudgeMipTrue у нас выложен контест к предыдущей лекции. JudgeMipTrue, MipCS on Python 3. Вот. Вот здесь вот появилась контрольная по графам. Вот. И там пять задачек есть. Так что вы их это... Зайдите и порешайте, пожалуйста. Задачки первые четыре относительно простые. Практически по лекционному материалу последние чуть-чуть посложнее. Сложных задач реально сложных нет. Обязательно все должны решить, включая самых непродвинутых студентов. Вот. И к сегодняшнему занятию тоже будет обязательно задача. Вот. Посмотрите в ближайшие дни. Но пока решите эти, как раз те появятся. Итак, значит, что я делаю? Я вношу эти вершинки. Так, я запустил? Нет, не запустил. Floyd. Так. Запускаемся. Итак, количество вершин в графе. 4, 6. 6. Начинаем подсматривать. 0, 1, 2. 0, 2, 10. 0, 3, 5. 1, 2, 6. 1, 3, 1. 2, 3, 2. Во. А я опять забыл добавить этот переход. Ну, теперь все. У меня итоговая матрица вычислена. Вот это вот, это и есть целевая функция. Она содержит в себе кратчайшие пути от каждой вершины к каждой. Если посмотреть и посмотреть... Нет, все-таки их трудно сравнить, когда нет промежуточного. Давайте допишем вот сюда в print matrix. Последний принт. Одноразовый. Еще разок. Так. Во. Итак, в качестве промежуточной стало можно пользоваться нулевой вершиной. И у меня для каких вершин что-нибудь перевычислилось? Ничего не перевычислилось ни для каких вершин. Так. Теперь нулевой уже можно пользоваться. Начинаем пользоваться первой в качестве промежуточной. Так. У нас... Опять ничего не перевычислилось. Так. Ничего не перевычислилось. Теперь можно пользоваться... Итак, нулевой, первой. Нулевой, первой. Второй можно пользоваться как промежуточной. Там самая фишка будет, когда третья добавится на самом деле. Итак, второй можно пользоваться... Слушайте, что это... А я не вижу изменений. А должны были быть. Я же предусмотрел в графе. 5, 10, 2, 0. Вообще нет изменений. Не видать. Ха-ха-ха. Тимофей Федорович. Ха-ха-ха. Так, ну-ка. Еще разок. Там была как траектория? 0, 1, 3, 2. 0, 1. 1, 3. И 3, 2 имеет длину 5. Вот она. 2, 1 и 1. Имеет длину 5. От нулевой к конечной. А-а-а, он у меня и так 5. Елки-палки. 0, 1, 2. Нет, сейчас, секундочку. Ко второй вершине. 10. И он должен был обновиться ко второй вершине. Лучше идти через третью. Не обновился. Не обновился. И сам не обновился. Так. Сейчас я вникну, глядя на алгоритм, где я ошибся. КАТИ. КАТИ-ЖИТЫ. ИТИ-ЖИТЫ. ИТИ-КАТИ-КАТИ-ЖИТЫ. Прям вообще не вижу, не понимаю. Давайте попробуем. Нет, ну что там как. Даже если он портил бы весовую матрицу, то это не имеет никакого принципиального значения. Он должен был все равно их печатать. А-а-а! Все! Все в порядке! Он просто весовую матрицу печатал вместо F. Все, алгоритм-то правильный. Простите меня, пожалуйста, что-то я прям удивительно лажаю. Запускаемся, печатаем просто не то и все. Количество вершин в графе. Сейчас я его выучу уже наизусть. Шесть ребер. Неправильно все ввожу. Еще раз перезапускаем. Четыре вершины, шесть ребер. Поехали пишем 0, 1, 2, 0, 2, 10. Что он говорит? Ой, минус ввел. Тороплюсь. Давайте попробуем не торопиться. Четыре вершины, шесть ребер. 0, 1, 2, 0, 2, 10, 0, 3, 5, 1, 2, 6, 1, 3, 1, 2, 3, 2. Ес! Да! Да! Ну, он вывел ее два раза, потому что я в конце сделал еще принт-метрикс F, кроме отладочной информации. Вот! Вот теперь, слава Богу! Изначально это просто тупо весовая матрица. Да! И вот теперь можно пользоваться нулевой вершиной в качестве промежуточной. Пути пока не обновились. Первой вершиной можно пользоваться в качестве промежуточной. И у нас обновился путь от нулевой ко второй. Оказывается, от нулевой ко второй, это можно проверить, да, от нулевой к первой. И от первой ко второй, да, 2 плюс 6, это 8. И это дешевле, чем 10. И он записал, соответственно, восьмерочку сюда, ну и симметрично сюда. И тот путь и обратный. Остальные пути не обновили. А, нет, прошу прощения, еще путь у нас к вершине 3 обновился. Оказывается, от нулевой к третьей дешевле идти через вершину с индексом 1, чем напрямую. И чем через вершину с индексом 0. Ну, в смысле, через 0, понятно. Она не входит. Так, значит, что у нас получается? По старой информации, как у нас? Из нулевой в первую 2, а из первой в третью 1. И действительно, получается, сумма 3 и 3 меньше, чем 5. Поэтому он обновил. Теперь кратчайшая траектория 3. Теперь из... Смотрим, обновилось где-нибудь или нет. Ничего не обновилось. То есть при пользовании вершиной с индексом 2 ничего лучше не стало, чем было. А когда мы можем пользоваться еще и вершиной с индексом 3, то эта матрица у нас обновляется следующим образом. Вот сие обновляется, да, пятерочка. И вот эта троечка обновляется вместо шестерки. Смотрим. Почему из нулевой в вершину с индексом 2 стало дешевле идти, когда стало возможно идти через вершину с индексом 3. было кратчайшее из нулевой в вершину с индексом 3 равнялось 3. А из вершины с индексом 3 в вершину с индексом 2 стоило 2.0 идти. То, что 0 у меня печатается в один символ, мне мешает смотреть на эти матрицы на самом деле. Лучше было бы их опечатать с этим. Тоже я это здесь сделаю. В качестве сепаратора. Сепаратор. Поставим табуляцию на будущее. А то неудобно смотреть. Нолики эти неровные. Так, что я хотел теперь. Вот. Ну и, понятное дело, он обновился. Вот это вот итоговая матрица кратчайших расстояний от каждого к каждому. Ну и вот видно, поскольку... Чем хорош алгоритм Флойда, короче говоря? Краткостью записи. Ну, то есть вот это уже промежуточная, это дебаг печать. Она не нужна. Да? Дебажная отладочная печать. А так он записывается в 4 строки. И ошибиться практически нереально. То есть это 3 цикла. Тринц, тинц, тинц. Да? Только единственное, что нужно аккуратненько вот эти индексы прописать. Вот эта штука удобно работает. Так. Но у нас очень мало времени осталось. Давайте с вами... Во-первых. Обсудим, что такое Эйлеров путь и Эйлеров цикл. И что такое Гамильтонов путь, Гамильтонов цикл. И обсудим возможности их построения для заданного графа. Итак. В свое время Эйлер задался вопросом о Кенигсбергских мостах. Я сейчас... Давайте, чтобы было условно-исторично. Я сейчас нарисую граф... Кенигсбергские... Стандартная проблема семи мостов Кенигсберга. Рисую мосты. Остров, остров, берег, берег. И вот сюда идет мост 1, мост 2, мост 3, мост 4. Вот здесь есть мост. И вот тут пара мостов. Соответственно, Эйлеров путь цикл. Проблема, которую мы сейчас обсуждаем. Можно ли пройти по каждому мосту ровно 1 раз? Можно ли пройти по каждому мосту ровно 1 раз? Итак, давайте с вами обсудим. Поскольку переходы не по мостам не считаются, то я буду считать, что расстояние между входами на мост условный 0. И вообще это одна вершина. То есть у меня существуют какие берега? 1 вершина, 2 вершина, 3 вершины и 4 вершина. И эти самые мосты, да, это вода, это вода, да, а это острова. Так вот, а эти вот мосты, это, собственно, ребра, по которым можно ходить. Итак, у меня, ну да, есть кратные ребра, ничего страшного. Вершина 1, вершина 2, 3 и 4. У нас есть между 1 и 2 раз, 2, между 1 и 3, 1, между 3 и 4 одно ребро, между 2 и 4 одно, прошу прощения, два ребра, между 2 и 3 еще одно ребро. Ответ такой. Данный граф, то есть аналогично, да, вопрос, да, можно ли пройти, это вопрос равносилен чему, да, можно ли обойти граф, обойти граф, да, вступая по каждому ребру, используя каждое ребро ровно 1 раз. Ясно, да, логика? Очень просто. Ответ. Данный граф обойти невозможно. Экспериментировать можно бесконечно, обойти его таким образом невозможно. Почему? Причина проста. Давайте посмотрим на кратность вершины. Сколько ребер у вершины 1, которые ей инцидентны? Сколько инцидентных ребер? 3. Сколько инцидентных ребер у вершины 3? 3. У вершины 2? 5. У вершины 4? 3. Когда я прохожу через какую-то вершину, когда я прихожу в вершину каким-то ребром и ухожу из нее каким-то ребром, то эти ребра я могу как бы вычеркнуть. Они пройдены, и по ним ходить второй раз нельзя. Тем самым я буду вычитать из ее кратности, выбрасывая эти ребра, как возможно, вычитать из ее кратности двоечку. То есть у меня там стояло х какой-то, я вычитаю 2. Выкидываю 2 ребра, как уже пройденные. Соответственно, мне надо что? Чтобы были пройдены все ребра, поэтому мне нужно, чтобы для промежуточных вершин количество непройденных ребер стало равно нулю. Соответственно, эйлеров путь должен для промежуточных вершин входить, то есть для всех промежуточных вершин у меня должна быть кратность четная. То есть ответ такой, промежуточные вершины должны иметь кратность, то есть количество инцидентных вершин и ребер, кратность четную. Самое удивительное, что это не только необходимое условие, но оно еще и достаточное для существования эйлерово пути. Если мне требуется сделать такой эйлеров путь, который еще и заканчивается в исходной точке, то мы начинаем с нее, идем по первому ребру, вычитаем минус 1 из ее кратности, использовали одно ребро, и в конце должны вернуться, то есть мы, может быть, мы проходили там четное количество раз по 2, вычитали из нее, заходя в нее в промежуточные моменты. Но последний приход, он еще раз уменьшает на минус 1. То есть необходимое условие того, чтобы граф был эйлеровым, эйлеров, граф, эйлеров, граф, это такой, в котором существует граф с эйлеровым циклом. И, соответственно, что еще у нас эйлеров, граф и эйлеров, полуэйлеров, называется, в котором нет граф полуэйлеров, граф, это в котором граф с эйлеровым путем, но без эйлерового цикла. То есть, короче говоря, да, и необходимое и достаточное условие, чтобы граф был эйлеровым, счет кратность всех вершин четная. Чтобы граф был полуэйлеров, кратность двух вершин может быть нечетной, точнее, кратность двух вершин нечетная, у всех остальных четная. Ровно две вершины имеют нечетную кратность. Вот. Ну, необходимость я доказал, достаточность доказать тоже несложно. Сейчас, в связи с уже заканчивающимся временем, нам придется пропустить СИЕ. Алгоритм построения эйлерового пути и эйлерового цикла прост. Мы берем, да, добавляем очередную вершину, да, у нас возникает некий цикл. Мы смотрим, какую вершину мы можем дальше добавить. И, соответственно, ну, только в этом невозможно, да, но если мы немножко переделаем, да, добавив сюда где-нибудь какой-нибудь мостик, который нам для двух вершин, да, изменит их кратность. Ну, например, вот тут вот еще один мост добавим. Хоп. И у меня что? Здесь стало 4,4. Ну, эйлеров путь, очевидно, должен начинаться, эйлерового цикла нет, а эйлеров путь должен начинаться в одной из этих вершин, а в другой завершаться. Соответственно, смотрите, начинаем с вот этой вершины и проходим, поскольку все равно нужно по всем ребрам пройти, то не так принципиально, с какого ребра начать. Начинаем и идем. Раз, у нас подключилась вот эта вершина, да, дальше 2, подключилась вот вторая вершина, да, так, не подключилась вершина, но вот я уменьшил кратность этой вершины. И есть ли еще у этой вершины непройденные ребра? Берем любое из непройденных ребер, непринципиально какое, и смотрим, к какой вершине, куда его можно в эту траекторию всунуть. Ну, что, какой? Ну, например, тут, правда, нужно последовательность бы записывать, да, то есть, тут очень важная именно последовательность. Раз, два, ну, допустим, давайте я буду именно последовательность записывать сейчас, да, два, один, да, два, один ребро, потом один, два, прошли, да, потом что? Куда сходим? Ну, сюда я могу сходить, в принципе, почему нет, да, два, четыре, четыре, два, потому что все равно кратность три уменьшать ее надо. Да, давайте сюда сходим. Два, четыре, да, но единственное, что, да, мне нельзя возвращать, нельзя уходить, хотя почему? Можно, тоже можно, без проблем, можно и туда пойти. Два, четыре, ну, я сделаю четыре, два, хотя, как сказать, непринципиально, потому что у той все равно еще кратность не ушла, она не уйдет у нее окончательно. Вот, значит, и вернемся вот сюда, четыре, два. Два, четыре, четыре, два. Но чтобы у меня не было ощущения, что одно ребро входит дважды, потому что эти кратные ребра, они выглядят, значит, и будут некрасиво. Два, четыре, два, четыре, как будто это одно и то же ребро, хотя это просто два разных ребра. Ок. И что я еще делаю? Что еще делаю? Это, это, четыре, два, это я вот так вот прошел. Раз, два, раз, два. Теперь я иду по вот этой, да, без вариантов, потому что у меня больше ребер не осталось у этой вершинки. Да, дальше. Если я пойду сюда и завершу, да, вот в итоговую прихожу, и там больше ребер нет, то все равно у меня есть еще ребра, и я их буду добавлять в середину. Вот там, к третьей вершине найду, вот где у меня третья вершина, и вставлю, всуну туда эти ребра. Давайте я прям так и сделаю. То есть я, как бы, допустим, прошел раньше, досрочно, вот сюда, досрочно пришел вот сюда. Да, а у меня остались ребра, которые я еще не включил. Да, давайте я запишу. Четыре, два, потом два, три. Да, а после два, три я пошел в три, четыре. Подключил не то ребро. Смотрю, еще осталось ребро не подключенное. Один, три. Да, или три, один. Мне нужно его включить. Я смотрю, да, есть у меня тут вершина три. Есть такая вершина. Значит, могу это ребро включить. Отлично. Значит, я его вставляю вот сюда, в эту траекторию. Да, очевидно, что у меня получится что? И я дальше иду по оставшимся не этим ребрам, неиспользованным. Да, то есть у меня вставочка пошла раз, да, и пошла вставочка один, три. Ну, конечно, формализовать это хорошо бы, чтобы мы могли, собственно, увидеть этот алгоритм. Ну, я сейчас уже не успею его. Время наше заканчивается критически. Я уже успею только сказать коротко, что проблема Гамильтонова пути намного сложнее и Гамильтонова графа. Что такое Гамильтонов путь? Это путь, ну, то есть последовательность ребер. По всем вершинам графа, да, причем каждая посещается, каждая посещается по одному разу. То есть ребра можно использовать не все, по мере необходимости. А вот вершины нужно посетить ровно по одному разу и не более. Так вот, формулируется практически один в один, правда? Очень похоже на Эйлеров. Путь, соответственно, Гамильтонов путь тот, который при этом мы возвращаемся в исходную вершину. Да, Гамильтонов цикл будет понятным смыслом. Так вот, построение Гамильтонова пути и Гамильтонова цикла является так называемой НП сложной задачей. То есть, по сути, она не решается никак иначе, кроме алгоритма полного перебора. В отличие от Эйлеров, который достаточно тривиальный. Существуют некоторые реализации, которые претендуют. Я видел научную статью, когда готовился, нагуглил научную статью, в которой, говорится, вроде как за полиномиальное время решили. Но я не могу этому верить однозначно, потому что я еще никак не вник не прочитал. Но это новость, если это вдруг не НП сложная задача. Вдруг нашли как-то его оптимизацию. Но смысл в том, что Гамильтонов путь и Гамильтонов цикл строить крайне сложно. Граф, в котором существует Гамильтонов цикл, называется Гамильтоновым графом. По аналогии с Эйлеровым. На этом мы сегодня с вами завершаем. Спасибо всем, кто участвовал сегодня в этот праздничный день и отметил его ударной учебой. Тем, кто смотрит в записи, тоже большой привет. Ну все. С Богом. Еще раз напоминаю про контест. Зайдите на сайт курса JudgeMipTrue, MipCS on Python 3. И контест, пожалуйста, начните его решать как можно скорее. 5 задач, иначе вы опоздаете. И скоро появится контест на обход в ширину алгоритм Дейкстра и восстановление пути. Ну и Флойда Оршала тоже. Все. Отдыхаем. Спасибо большое. До встречи в следующий вторник. Лекция офлайн. До свидания. Продолжение следует.